Здравствуйте, уважаемые подписчики и посетители нашего канала! Сегодня я хочу предложить вам рецепт приготовления джема из кизила. Здесь у меня 4 килограмма кизила, он спелый, но не мягкий. Добавляю в таз воды примерно пол-литра и ставлю на огонь. Ягоды закипели, теперь нужно аккуратно перемешать. Чтобы верхний слой переместить с нижним, так как все ягоды должны у нас распариться хорошо. Огонь я уменьшила и варю, пока все ягоды размягчатся. Ягоды размягчились, проваривала я их после закипания минут 15, но если у вас ягоды очень спелые, то вы сами смотрите, можно и меньше проваривать, чтобы они уже начали как бы развариваться и можно было их легко протирать. Выключаю огонь. Ягоды протираю через сито деревянной ложкой. Кизил я протерла, остаток выжила через марлю. Получилось два с половиной литра красивого кизилового пюре. На это количество добавляю 2 килограмма сахара. Перелила содержимое миски в большую кастрюльку, так как весь сахар не поместился. Хорошо перемешиваю и довожу до кипения. Образовавшуюся пену убираю и после закипания увариваю на тихом огне. Периодически помешиваю. Джем я варила полчаса и постоянно снимала пену. Вот сколько пены. Пена уже здесь не образуется, значит можно закрывать наш джем. Простерилизованные баночки заполняю джемом и накрываю простерилизованной крышкой. Можно закатывать. Баночку переворачиваю и в таком положении она будет стоять пока не остынет. Из 4 килограммов кизила получилось 5 пол-литровых баночек вкусного джема. Сейчас я вам покажу какая консистенция этого джема. Ну вот посмотрим сначала. Видите, как даже не льется. И вот такой густой, красивый джем. Даже с ложки не падает. На вкус кисло-сладкий, очень ароматный. Такой джем замечательно подойдет для выпечки кулинарных изделий. Хранить такую консервацию можно не только в подвале, но и в комнате. Ну а сегодня все. Если понравилось, ставьте лайк. Не забывайте нажимать на колокольчик. С вами была Татьяна. До свидания. До следующих встреч.